Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Спрос не смогло даже снижение ставок по ипотеке. Этот фактор помог рынку Москвы, но не сыграл никакой роли в регионах, где доходы жителей продолжают снижаться. Напомню, в Кировской области по итогам прошлого года темпы ввода жилья значительно упали. Как подсчитали в Кировстате с января по ноябрь 2017 в регионе сдали порядка 385 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Это на 16,3% меньше аналогичного показателя годом ранее. Дайджест недвижимости Между тем, ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% в течение ближайших двух лет. Такой прогноз озвучил гендиректор агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. К концу этого года ставки упадут до 8%. Как ожидают в ИЖК, в этом году будет оформлено более миллиона трехсот тысяч займов на общую сумму до двух с половиной триллионов рублей. В январе в России выдали 78 тысяч ипотечных кредитов. Их объем составил почти 150 миллиардов. Дайджест недвижимости На месте снесенного флигеля усадьбы Хохряковых могут возвести коттедж. Графическое изображение участка по адресу Володарского, 125, выложено в паблике «Строем Киров» во Вконтакте. На визуализации рядом с домом музеем художника Николая Хохрякова представлено трехэтажное здание. Снос флигеля мастерской начали еще в 2014 году. Причем изначально собственник здания земельного участка заявлял, что демонтирует ветхую кровлю и убирает гнилые деревья. Работы на какое-то время приостанавливались прокуратурой, а затем возобновились. В результате здание было уничтожено, а собственнику выписали штраф в размере 100 тысяч рублей. Напомню, мастерская Хохрякова не являлась памятником культуры, однако входила в ансамбль усадьбы и располагалась в границах охраняемой зоны объекта культурного наследия регионального значения. На этом все. В студии работала Анна Лапшина.